привет всем с вами ваша silver butterfly серебряная бабочка сегодня я буду рассматривать аромат о котором я когда-то мечтала я помню я пробовала его в магазинах ни у кого из моих подружек не было такого аромата но я о нем прекрасно помню и немного предыстории я сейчас захожу часто в один магазин парфюмерии но это даже можно сказать не магазин а маленькая такая аптека которая вот сегодня-завтра уйдет с этой улице уйдет с этого района и больше никогда не появится и я хочу спасти последних из макикан как это ни странно потому что если я не куплю сейчас то все я уже говорила на эту тему эти парфюмы они передадут куда-нибудь может быть благотворительность но это в лучшем случае в худшем случае они их могут уничтожить потому что подать за дешево они не имеют право а за дорого никто не купит ну вот я купила там остался еще один но вот это мой такой парфюм кого-нибудь был это компания танкел кстати танкел производили шикарные сигареты и почему они перешли на парфюмы потому что пошли большие гонения на сигаретные компании и им ничего не оставалось когда уйти какую-то часть своего производства перей перевести в лакшери то есть его в люкс чтобы как-то на плаву ну что ж откроем где моя заветная пилочка кстати насчет пилочки когда-то давно кто-то из подписчиков мне написал что в советском союзе город мяс производил всякого рода вот такие вот пилочки к сожалению советский союз распался тот завод вследствие всего этого перестал существование и все а пилочка осталась и тот город мяс какое-то большое количество населения этого города работала в этом заводе получала зарплаты приходила домой смотрели телевизор улыбались друг другу сидели за столом за ужином благодаря вот это вот такой вот пилочки да и еще многим таким маникюрным набором которых сейчас нет вот и все а я ее использую просто потому что это такая ностальгическая вещь и мне нравится и держать в руках вспоминать я никогда в жизни не было в этом городе мясо ну так как они производили такие хорошие вещи я передаю всем тем людям которые производили такое привет и всем вам так что же открываем он немножко даже подернулся пылью что неудрено открываем открываем вау какой кайф смотрите нарисовано downhill desire desire в английском переводится как желание открывается как видите как сигареты сигаретная зажигалка с такой вот зашлепкой кстати часто развита вот именно в таких компаниях кто производит сигареты также начал зина давидов начал сигарет закончил люксовой линии парфюмерии ну что же нанесем раз два три вау какой я бы сказала перченая роза мне опять повезло представляете он не испортился здесь присутствует какой-то такой аккордик лакриции может быть что-то от лолиты но не лолитовская лолита слишком приторно такая горькая которую я люблю в принципе а здесь она приглушенная но мне определенно нравится она абсолютно современная я хочу нанести чтобы уж гулять-то гулять и вам рассказать прелесть хорошо что я спасла такого последнего из магиган он давным-давно снят из производства и мне хочется рассказать что как раз в те времена это только-только начиналось приходило в моду и я хотел купить что-нибудь из дангела но они были тогда вообще неподъемные даже мужские парфюмы меньше 100 долларов не стоили вот сейчас есть такая вот черта я уже говорила про versace какие-то ароматы идут 90 или 100 долларов с чем-то 128 а потом проходит время их все снимают и ставят на на полку где все задешево а потом все это уходит вот я хочу немножко продлить момент так почитаю ноты кстати сегодня русская фрагрантика общение работает и вообще ни один русский канал что-то случилось в мире но в общем я не буду вдаваться подробности наверное вы сами догадались так это относится к ориентальной группе то есть восточные выпущен 2001 году ноты в этой фрагрантики в базе то есть вверху бразильская кей розовый лес то есть такое дерево потом лайм зеленые листья мира магнолия бергамот средних нотах у нас какой-то тиаре цветок но я это знаю да горденья фразия ликорис ну вот это лакрица или как это и роза и в базе сандаловое дерево амбра ваниль и карамель у даже карамель ну-ка-ну-ка почувствую что скажу что этот аромат не назойливый он такой вот легкий с поволокой и основные аккорды цитрусовый цветочный сладкий бело цветочный бальзамический и легкоспециевый вот такой вот у нас аккордик что же что же комментариев миллион может быть я даже потом как-нибудь к ним приду и то что я только-только сегодня распаковываю создал это произведение искусств морис россель работает он на компанию симрис а когда-то работал с шанель в его послужном списке я сейчас смотрю море шедевров может мне тогда сделать наверно видео специально про него у него 137 ароматов только у этого композитора и он работал на многие бренды начиная от ада я то есть атида за лэнделон альфред данхилл но опять же для данхилл он делал для амуажа для адкинсона для эйвен для blue marine для бондов в этот бонд нам в найм для бы бракара для каролина херрера для кастель божак кстати вот кастель божак мне чем-то напомнило этот кастель божак если кто-то помнит такой вот красный бутылек ярко красный такой от малиновый до красный и там как будто бы такой светерок и вот здесь вот серебряные ниточки такие как перевязываются когда вот у вас капюшон как он мне нравился и потом обанкротился магазин сирс и они начали все закрывать но я тогда как-то не реагировала вот так сразу бежать и покупать ну думаю ладно обанкротился будет что-то новенькое вот так и рассуждала как бы наивно что новенькая придет раз не это значит то а надо было бежать просто-напросто и покупать потому что этот кастель божак всегда мне нравился и каждый раз я думала купить его и потом уже самый прикол был когда в последние дни там на прилавке не осталось ни одного кастель божака и был тестер но тестеры они не продают к сожалению хотелось бы конечно чтобы что купить но если это крупная корпорация они не имеют права продавать если частник возможно он бы продал а вот крупная корпорация я по-моему даже поговорила с продавцом она уперлась и не стала даже напрягаться спрашивать у менеджмента то есть руководство можно или нельзя вот это вот у меня такая вот боль осталось потому что как я хотела заполучить этот красный светерок причем такой он красивый немножко серебром но как он пах он пах вот именно так в духе времени и не купила теперь желе ну это тоже хороший запах это ну почти начало моей жизни здесь сколько же всего сменилось в моей жизни сколько уже страниц в моей жизни написано здесь в канаде в торонто про это тоже можно писать какие-то книги и может быть какие-то части моей жизни были бы вам полезны и интересны но пока я не буду раскрывать вам эту тайну и загадку оставлю все как есть а что касается парфюма но я повторюсь молодец я что я купила по крайней мере я вам об этом рассказала и если кто-то когда-то увидит еще в интернете обзор про этот парфюм обязательно мне сообщите мне просто будет интересно найти своих одномышленников на этом я заканчиваю свой репортаж всем всего самого хорошего с вами была сила бата была серебряная бабочка пока пока пока